День Героев День Героев Ага, вот Алексей приглашает нас в магазин за бананами Ладно, счастливо, пока Ну а я воспользуюсь прекрасной погодой сегодняшней и пройду по городу Солнышко пригревает И это замечательно Потому что, как я и говорил, что она по теме хороша Что даже если пришли холода И вдруг понадобилось надевать зимнюю одежду Кутаться, прятаться от ветра То это не значит, что так будет продолжаться Климат южный Он тем замечательен, что Постоянно ждешь тепла И это тепло Приходит, наступает И вот я дождался Снова тепла И вот теперь я могу снова гулять Радоваться солнцу Сейчас я вышел на улицу Краснодарскую И иду по этой улице Сегодня я снимаю на экшн-камеру И пользуюсь стабилизатором Не так-то было просто Приспособить камеру на стабилизатор Но я это сделал Вчера вечером тренировался дома И сегодня здесь, возле храма Вот тоже посидел, покумекал Ну, я использую специальное приспособление Адаптер для экшн-камеры Который специально шел в комплекте со стабилизатором Но так как у экшн-камеры большой угол обзора То в кадр попадала вот некоторые детали стабилизатора Вот, пришлось немножко наоборот Приспосабливать камеру на стабилизатор То есть я Так скажем Несу ее Тыловой стороной Ну, не камеру, а стабилизатор Вот, к себе Ну, тем не менее Это вам, наверное, не интересно Все эти нюансы Главная съемка идет И я думаю, вам будет приятно пройтись со мной Улица Парковая Вот я сейчас прошел Продолжаю движение по улице Краснодарской Ну, о чем бы сегодня поговорить О чем поговорить, даже вот я Не знаю Наверное, поговорю о Вере православной Сегодня проповедь читал Диакон Илья Он такой человек ученый И у всех, конечно, священников Священнослужителей, которые Служат в храме преподобного Серафима Саровского У них, конечно, разная манера Излагать свои мысли Вот отец Дмитрий Это такой священник У него темная борода Он невысокого роста У него такая простая речь Он о сложных вещах Может говорить очень просто Прямо как апостол Марк И доходчиво Просто и доходчиво У настоятеля храма Отца Александра У него проповеди Такие ученые Несколько мудреные А отец Илья Он Мне кажется Многое Сам придумывает Ну, может быть, это так звучит, конечно Не очень хорошо Но мне кажется, он По ходу проповеди Делает сам какие-то Для себя Открытие Умозаключение Вот Не всегда может быть удачным Вот сегодня он Размышлял О Христианской И Христовой жалости Вот И пришел к выводу, что Жалость Христианская Это Жалость Не христовая Вот Потому что Вот в интерпретации Дьякона Часто люди православные Они Фарисействуют Вот И поэтому Они горды Что они ходят в церковь Что они Молятся Вот А Христово Отношение К людям Христово Любовь Это нечто Нечто другое Это большее гораздо Чем Показное Показное какое-то Вот Поведение Людей Посещающих Церковь Вот Вот об этом сегодня была проповедь И Он сказал, что Ближе к Христовой Любви Жалости Он сегодня говорил о жалости Это Обычная человеческая Жалость И он как-то разделил Православную жалость От Человеческой Ну а я Когда стоял и размышлял Думал, что Все-таки Под человеческой Отец Зиакон Понимает Природную Нашу Природную Нашу Природные Наши Свойства Вот Жалеть Да А природные Это в общем-то И есть Божеские Свойства Вот так Вот Ну может быть Это сложновато Покажется Да И я сейчас Иду И тут Ударился В эти размышления Но тем не менее Вот в этом В этой проповеди Вот это я уловил Постарался понять Потому что Отец Диакон Всегда За своими размышлениями Оставляет Очень много И Для нас Пищи Духовной Духовной Которую мы Должны Как-то Переварить И усвоить Вот Ну ладно Улица Трудящихся Сейчас Вот У меня Впереди И Я сейчас На трудящихся И наверное И И сверну И пойду По трудящихся Ну вот так Буду зигзагами Идти Почему бы Нет Купил я В лавке Возле храма Там мужчина Торгует Алтайским Медом Вот Купил я Меда Гречишного С Разнотравья В общем Смешанный Разнотравья И гречишный Вот И булочки Которые Печет Пекарня Приходская С изюмом Вкусные булочки Маша заказывала Вот Сосна Какая Роскошная Сосна Вкусные булочки А вот Вот это Видимо Калина Могу ошибиться Конечно Если Кто Знает Точно Можете написать Что за Это плоды Вкусные булочки На другой стороне Улицы Роскошная Роскошная ель Голубая ель И в макушке Солнце играет А здесь А здесь вот Роза Роза Единственная На Кусту Ну 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 Есть еще Розы Я говорил Что Розы Они Кое-где Будут Сохраняться И до До Нового Года И даже После Нового Года Виноград Весь Облетел Вот Какие Ворота Красивые Ворота Береза Тоже Замечательная Береза Замечательная Ну Вот Это Я Не знаю Похоже На Боярышник Причем И Красный И Желтый Очень Красиво Живописно Смотрится Конечно Ветерок Небольшой Дует Сейчас Но У меня Сегодня Ветрозащита Установлена На Микрофон И Потом Я Оценю Как Она Работает Ну Просто Вот Весенняя Погода Дождик Вчера Вечером Был Улицы Пустынные Зима В Анапе Там Пристраивают Что-то Справа От Меня Дом В лесах И Вот Какие-то Еще Пристраивают Помещения Или Может быть Просто Обшивают Что-то Там Уж Делают Я Не знаю А вот Это Шиповник Тоже Такие Крупные Плоды Вот Тоже Дерево Что это Вот Непонятно То ли Дубовые Листочки То ли Недубовые Какие-то Острые Края А И Нет Какие же Дубовые Это Это Тоже Скорее Всего Боярышник Добавляюшник а вот это вот тоже непонятно ну я так предполагаю что это возможно черная береза хотя тоже сомневаюсь вот ствол вот такими вот кольцами как бы кора разделена на кольца но похоже да что тоже вроде бы как берез то содрано ну я предполагаю что черная береза о планах вот давайте поговорим о планах о моих год заканчивается итоги я уже подводил как-то на прогулке у меня есть такая запись по улице горького я шел и рассказывал как каким выдался этот год вот а что же у нас в будущем году будет но в будущем году я я хочу я хочу заняться систематизации своего творчества литературного творчества хочу во первых издать сборник стихов виноград еще даже виден здесь сборник стихов ну наверное это будет скорее всего избранная такие более-менее удачные стихи хотя конечно мне дороги все мои стихи у меня их много наверное штук 300 есть вот потому что у меня есть сборники но они я их издавал тоже в чете за свой счет и там конечно в перемешку и хорошие стихи и плохие стихи морить никого нету пустота хоть и дорога вот а не народа ни машин это улица красноармейская уже у нас я пересекаю но дальше иду по трудящихся вот стихах значит и хорошие плохие есть в этих книжках а хотелось бы как-то отделить как говорится зерна от плевел а вот какие гроздья тоже висят а вот виноград какой тоже так вот отделить зерна от плевел хорошие стихи от плохих и хорошие стихи издать отдельной книжечкой книжечку это можно будет потом дарить продавать ну конечно не получится большой тираж заказать это будет может быть всего штук десять я смогу заказать остальное желающие будут сами выписывать на ридеру ну как все солнечно красиво трудящихся 237 а на другой стороне такие ворота железные ворота с драконами огнедышащими и китайские драконы и вообще ворота такие интересные такую форму имеют готическую вот но только ворота конечно больше никаких признаков чего-то там готического нет вот красиво тоже светятся плоды стихи потом хотел я конечно написать книжку о своем роде то что я узнал то что в архивах нашел то что как то стало для меня доступным я хотел бы вот все это изложить в книжке только это все надо так написать стройно ну и что еще и и многое у меня еще написано очерков тоже о службе я вот сейчас перечитываю в жиже моем живом журнале все эти записи и думаю что нужно конечно все это тоже как-то отобрать хотя бы так вот тематически о службе о друзьях и тоже в отдельную книжку так что же красиво смотрится вот там светится листва на березе ну а я сейчас сверну на красно зеленых и пройду немножечко в эту сторону иду я домой в воскресенье 8 декабря 2018 года анапа первый раз снимаю на экшн камеру со стабилизатором первый раз снимаю на экшн камеру со стабилизатором вот аллейка гоголя хорошая улочка я по ней ходил тогда я вот дошел до отсюда и у меня батарея села в стабилизаторе я свернул съемку но по крайней мере участок гоголя я прошел можете посмотреть справа от меня забор воинской части видите десантные знаки парашюты самолеты тоже никого это улица красно зеленых названа в память красных партизан так скажем которые уходили в горы и воевали против белых вот партизан или так скажем так ну вот улица Тургенева так и я сейчас пойду по Тургенево О, какие Какой почтовый ящик Еще и стразы Бабочка со стразами Тут вот дом Развалили, видимо на этом месте Скоро вырастет какой-нибудь гостевой дом Листья шуршат 24 автобус ходит здесь На котором удобно нам доезжать до нашего жилищного комплекса Тургеневский квартал Смотрите продолжение в следующей серии 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 Вот такая зимняя у нас Анапа Температура Не знаю Сейчас По моим ощущениям Наверное градусов 8 Наверное Есть Ну мимо иду Воинской части Пушки Флаги Улица Первомайская Там вот храм Не храм, а часовня Ильи Пророка Но она по-моему еще только строится Вот я однажды снимал здесь Остановился Мужчина Так, а Слева от меня Государственный социальный университет Филиал В городе Анапа Так вот, остановился мужчина на автомобиле Ну и прокричал мне Что вы тут снимаете Режимная зона Я говорю Снимаю Часовню Ну Бдительность проявил Ему Показалось ему Таким Странным Львы Ужневая Справа от меня гаражи. Вообще гаражей, конечно, мало. В Анапе таких гаражных кооперативов. В основном люди ставят свои машины во дворах. Вообще, я, конечно, поборник сокращения автомобилей в городе. Считаю, что все парковки должны быть платными. Вообще, чтобы автомобилей было меньше в городах, больше тротуаров, больше зеленых зон. Особенно, конечно, в таком городе, как Анапа, в курортном городе. Улица Тургенева. Отель Тургенев. Не так давно открылся. Здесь же находится редакция информационного агентства «Статус Плюс» Анапа. Тургенева, 252. Адрес. Еще гаражи. Продолжение следует... ну вот справа все забору боинской части справа тоже кооператив гаражный двухэтажные гаражи здесь стоят жилые у них живут люди я делал ролик как кто-то продавал такой один гаражик видите с балкончиками такими вот такие гаражи интересные магазин пятерочка тургенева 260 такое неудобное место здесь вот пешеходный переход сделали а вот там чтобы пройти но нигде нету все одна проезжая часть и стоянка поэтому я хожу вот здесь вот мимо многофункционального центра вот ну так то вроде бы тротуар все сделан хорошо но вот эта дверь в которую то есть тротуар мфц построила вот это вот крылечко не крылечко вот этот тамбур идут конечно закрыто видите вот закрыто приходится обходить вот по какому праву мфц отрезала кусок тротуара непонятно а тут уже стоянка ведь все размечено стоянка то есть иду по стоянке хорошо сейчас нет машин вот ну вот снова тротуар вышел дальше иду там вон какая-то стройка виднеется тут вот шлагбаум работает и я захожу на территорию нашего комплекса тургеневский квартал мусорку у нас перенесли сюда вот теперь она вот здесь слева баки вот стоят здесь здравствуйте ну и здесь тоже конечно полно машин и я сейчас пройду вот сюда чтобы немножечко глаз отдохнул от серости здесь зелено и красиво поэтому здесь я и закончу свою прогулку вот я зашел за второй корпус ни одного ребенка на площадке нет ну в третьем корпусе активно идут ремонты вот если посмотреть то это видно по кондиционерам очень много кондиционеров навесили уже хотя здесь газа нету но в некоторых квартирах уже люди живут ну поставили вот эти заборчики чтоб дети не затаптывали газоны все все но я Немного, конечно, зелени, но все равно радует глаз. Даже вот такие вот сделали, тоже маленькие, но газончики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, друзья, наша прогулка подошла к концу. Спасибо вам за внимание, что вы дошли со мной до конца. Не забывайте подписаться на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Всего вам доброго, до следующих встреч.